Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого, Сергей Мпоярков, тот художник, который может обидеть каждого друзья. Я хотел бы обратить для начала ваше внимание на одно знаковое совпадение, потому что вся вот эта вот стая антиукраинских животных, вся вот эта вот промосковская шобла, они специально назначили приговор Стерненко на 23 февраля. Свора они антиукраинского сброда. Они решили поиграться в символизм и выслужиться перед московскими хозяевами. Они специально решили так вот с куражом в день советской армии 23 февраля. Они не обратили внимания на нюансы, на которые обратили мы. Ведели 23 февраля, это последний вторник февраля. Это международный день стерилизации домашних животных. То есть международный день кастрации тех скотов, которые ссут в тапки нашей независимости. Тех, кого надо политически кастрировать и навсегда убрать из власти. Эту шоблу наглецов и негодяев, которые плевали на закон, которые продавали, продают и будут продавать Украину. Вот именно этот день и есть знаковым для тех десятков тысяч, кто вышел на защиту Стерненко. И если спросить для них, какой из этих двух дней для них более символичный, 23 февраля, да большинство вообще уже не знают, что такое советская армия, или международный день кастрации шкодливых животных, они проассоциируют кастрацию шкодливых животных именно с теми антиукраинскими силами, которых мы и считаем, теми животными, кому политическая кастрация будет обязательно прописана украинским обществом. И поэтому те, кто вышли за Стерненко, они проассоциировали это не с советскими солдатами. И в 23 февраля не было никакой победы. Они проассоциировали для себя это с необходимостью действий по отношению к Венедиктовой, Татарову, Портнову, Зеленскому и всем остальным. То есть день действительно подобрали символичненький. И вот теперь я хочу поговорить о главном, о той степени вины каждого из нас в том, что сейчас сидит Стерненко. Потому что каждый из нас несет долю ответственности за то, что сидит рифмастер. Мы все с вами в той или иной степени ответственны за преследование Тани Черновол, за то, что возбуждены абсурдные дела против украинских патриотов, начиная с Федыны и Зверобои, заканчивая еще десятками и сотнями невинно преследуемых. Ребята, мы все с вами однажды провтыкали. Мы недостаточно прореагировали, а можно сказать, никак не прореагировали. Когда этот скотомордый квартал позволил себе пошутить над тем, как Беркут будет добывать из демонстрантов одетых шерстяные свитера электричество своими эбонитовыми палочками вот тогда, когда мы не дали достойного ответа, чтобы у них аж в забу дыхание сперло, чтобы они не посмели бы никогда даже помыслить о произнесении антиукраинской шутки, написанной их авторами, потому что своих мозгов у Зеленского и компании нет, вот тогда мы с вами провтыкали. И поэтому сейчас мы должны исправлять ошибку. Друзья, это наша ошибка, что мы простили этому скоту его термос вместо Томаса. За сеньор Голодомор подонок до сих пор не ответил. А за девку из порнофильма, как он обозвал Украину, которая будет принимать, по его версии, во всех позах и в любом количестве, эти скоты должны понести ответственность. Они охамели, и результатом нашего бездействия стали вот эти несправедливые приговоры. Потому что когда человеком, который, вообще человек, который сказал Путину, что заберите меня хоть за долги, когда он стал при нашем с вами попустительстве, президентом Украины, ребята, нам надо исправлять ошибку. Друзья мои, за нас этого никто не сделает. Но я хочу поговорить еще о своей вине. Когда-то на одной из своих программ на прямом канале, которую я сделал еще в позапрошлом, по-моему, году, я обратился к Зеленскому и сказал, что его посыл, когда он сказал Барне, обматерившему журналистов канал 1+,1, Зеленский сказал Барне, идите усраку! Я тогда сделал целую репризу, целый стендап, где сказал, что Зеленский человек с отбитой памятью, потому что его шеф и, можно сказать, медийно-материальный отец Коломойский 10 раз обматерил в прямом эфире при всех журналиста Андрушка и в сраку не пошел, что Зеленский должен определиться, он герой или геморрой, что если Зеленский не дошлет в сраку Коломойского, то он сам превратится в теплое и уютное место, что Зеленский превратится в сраку и посылать будут в Зеленского, что Барна, который абсолютно глупость сделал и обматерил журналиста, не может пойти в сраку, потому что срака Коломойского заткнута языком Зеленского. Вова, ты определись, ты герой или геморрой? И вот тогда их обида была настолько сильной, они тогда, мои источники на плюсах сказали, что был скандал, они собрались, они потом, в конце концов, сделали пародию на мою программу на прямом канале, потому что вот это вот маленькое мстительное существо, которое по ошибке стало украинским президентом, уже тогда было понятно, кто он по своим человеческим качествам. И тогда я грешен, хочу в этом покаяться, у меня была мысль тогда собрать украинских патриотов, обратиться за помощью к друзьям, то есть организовать приход десятков патриотов на съемки 95-го квартала реально подняться на сцену, взять Зеленского за его маленький, тоненький, криворогольный имидж, которым он стучал по роялю, и спросить, Вова, так что, досылаем в сраку Коломойского или побздехиваешь, чтобы люди увидели его настоящую человеческую сцикливость. Это ведь мы только потом все вместе увидели его вот это, я не лох, мы только потом увидели, кто оказался. И вот тогда, и тогда я виноват. Я не нашел на это времени, сил, желания, я не стал это... Мне бы говорили политики, да не надо, Серега, не надо. Вообще еще непонятно, будет ли он выдвигаться президентом. А у меня уже тогда было чувство, что надо. И то, что я повелся на вот это вот их политическое желание вот прохитрожопить, и они меня отговорили, они вот все-таки дали мне себя уговорить, и я в этом виноват. И поэтому я чувствую, вот ощущение моей вины меня не покидает, и поэтому я... Я прошу всех, всех моих друзей, в Рухе Упора Капитуляции, в Нацкорпусе, Си-14, Свобода, ЕС, Голос, пожалуйста, все патриоты, давайте мы все перестанем сраться. Мы должны перестать заниматься внутривидовой борьбой и обговаривать. Потому что, когда мне говорят, что Стерненко неоднозначный, да кто из нас однозначный? Кто из нас мечом не разбил, там, в школе стекло? Вот кто из нас не перешел улицу на красный свет? Да я вообще в прямом эфире дал в рыло бузине, аж палец себе поломал, так приложился. Да, это мелкое административное правонарушение, но для нас, для нас всех неоднозначные, это те, кто воруют из бюджета, это те, кто ненавидят Украину, это те, кто работают на агрессора, вот они для нас неоднозначные. А те, кто за Украину, и те, кто не разворовывает страну, а ее строит, для нас однозначно союзники. Я обращаюсь ко всем, нам надо перестать чистоплюствовать и сраться. Я уже устал слушать, вот что я Зеленского оскорбляю хамским образом, что вот это каким-то эстетам в белых пальто не нравится. Я говорю, вы дурачье. Я бью его тем же оружием, которым он поливал грязью Украину, и именно от этого у Зеленского подгорает. Потому что я это делаю в тех формах и в таких словах, как это делается на Западе. Именно в такой форме и дрючится власть. Потому что Зеленский, который пришел на Майданах и пользовался свободой слова, теперь должен десятикратно огрести от нас в ответ. И я понимаю, что вся вот эта вот ситуация вокруг судов, которые действительно утонули в беспределе, по косвенным признакам, мне тут сказали несколько моих так серьезных знакомых, имеющих отношение к политике. Я так просто понимаю, что вряд ли мне что-то рассказывают, чтобы тайна умерла во мне. Скорее всего, они будут не против, если я это транслирую вам. Так вот, есть такое стойкое ощущение, что вот эту всю историю, в конце концов, можно будет раскачать в реформу судебной системы. Потому что судебная система дошла до ручки, она деградировала. У нас невозможно защитить человеку себя в суде. У нас любого человека в суде можно оболгать и посадить. У нас наступил период, когда получается, что они по беспределу, прикрываясь законом, делают все, что хотят. А как бы они не нарушали законы, не беспредельничали, с ними нельзя сделать ничего. Ну, тогда извините. Здесь как с Януковичем, здесь как с Каддафи или с Саддамом Хусейном. Тут как с Чаушеску. Есть, извините меня, предел, за которым, но есть только одно средство. Опять-таки, я никого конкретно, ни к чему не призываю. Я просто, реминисценция в историю. Так что, если кому-то увидится угроза, угроза там, в каком-то призыве, каком-то насилии, ребята, подавайте в суд на учебник истории, потому что я цитировал учебник истории, но с нашей судебной системой, ребят, мы уже дошли до того, что у нас официально можно будет приговорить и дать срок учебнику истории. И, кстати, ситуация, Медведчук, Стус, это, ну, Кипьяни, это, извините меня, это, извините меня, только подтверждает мои слова. Да, и последнее. Я хочу спокойно объяснить вам, да, дорогие нестантеечественники, те, которые за меня не голосовали и те, которые с дуру меня выбрали, хочу объяснить вам простую вещь. Я буду уважать вас, только если буду бояться вас больше, чем Путина, Коломойского, Татарова, Венедиктова, Портнова и всех остальных. Мы действительно начнем строить гражданское общество и процветающую Украину, если вы будете меня страшить больше, чем украинские олигархи. И вся надежда уже не на меня и мою команду, а на вас, на то, что за вами таки действительно не заржавеет. Продолжение следует... Продолжение следует...